здравствуйте друзья задается вопрос молодым человеком вот аспирантура идти не идти становиться кандидатом наук не становиться и там даже как бы ставится два таких конкретных вопроса я сейчас прочитаю ну-ка тут написано что это может мне дать да или как мы я бы на что я с этого буду иметь да значит что может дать и зачем это нужно и 3 такая значит часть говорит а вот в сша как наниматель относится к тому что у человека есть там степень phd там или кандидата наук давайте мы значит начнем вот чего значит зачем это нужно если вы занимаетесь наукой то наличие ученой степени сначала там кандидата наук потом доктора наук а потом там начинаются другие регалии да то есть бы там член корреспондент академик значит соответственно это показатель вашего уровня в науке это тот элемент без которого вы не сможете выйти на определенный уровень вам не дадут проектов определенного класса поэтому ну вот ты растешь как бы это это научные такие показатели научного роста в советском союзе там была такая система нездоровая когда за наличие степени доплачивали деньгами и это было не только вот в научных учреждениях но и не в научных там да потом 30 долларов 50 долларов там рублей я извиняюсь к вот кроме того это было социально очень престижным я не знаю вот какие-то понты такие но вообще деньги за это платили не только понты кроме того были должности которые нельзя было занимать без того чтобы иметь ученую степень определенного уровня скажем заведующий кафедры там и так далее заведующие научной лаборатории они по конкурсам там но ведь все это было достаточно условно но тем не менее это это было важно поэтому люди очень много сил тратили в советском союзе на то чтобы правдами и неправдами получать быть эти ученые степени поскольку ученая степень значительной степени заменяет что-то еще вы скажем реально реальный научный результат вот да и у тебя может быть много научных результатов а может вообще ничего не быть но ты скажем без результатов но доктор а вот с результатами а может вообще степени нет и так далее то есть по всякому значит в современном мире я думаю что в значительной степени это как бы пережитки вот прошлого да когда это просто престижно это круто там я не знаю там для чего еще но если вы не работаете в учебном заведении да допустим университете если вы не преподаете в университете и не работаете в научно-исследовательском институте там или лаборатории какой-то и так далее для вас это все носит ну как бы характер такой медальки вот поэтому я я не вижу какой там ценности такой вот оси за и мой кроме понтов например я даже не знаю что там еще есть но если мы говорим о соединенных штатах и допустим вы каким-то образом сюда попали я я уж не знаю там как это произошло то есть два момента первый момент поможет ли вам это сюда попасть и второй момент если вы уже попали то что но опять если допустим вы работаете программистом у вас phd по химии так она неплохо вроде но даже иной раз так я думаю что вы не будете особо даже говорить что у вас phd по химии так мне кажется то есть во многих ситуациях вы просто будете скрывать вот я помню я жена скрывала что у нее phd потому что это ей мешало получить ту работу которую она на тот момент искала так что я уж не не знаю но я такого особенного валью а такой ценности особой не вижу без того чтобы вы допустим искали работу в ней где-то вот скажем вы хотите в соединенных штатах работать научным сотрудником ну конечно ученая степень вам придает некоторого веса и иногда бывает вы просто не можете реально быть приняты на какую-то работу без того чтобы у вас была ученая степень хотя конечно важно при этом быть ученым то есть важно иметь публикации выступления на конференциях чтобы вас знали там люди личные не обязательно лично там может быть по публикациям но грубо говоря так если вы реально не ученый я не я не знаю зачем вам нужна степень ученая давайте если вы допустим если у вас нет ни голоса ни слуха и вас каким-то образом вы за взятку или там как-то я не знаю экзамен письменный сдадите и получите звание заслуженного артиста там скажем российской федерации то я я ничего с этим званием делать то будет то есть вы вы же не можете им работать правильно поэтому я я бы не стал вот так уж прям на это время тратить и силы если вы не знаете зачем вам это нужно раз или если вы не хотите реально быть ученым и заниматься наукой тогда для вас этот вопрос не должен вообще стоять вы должны заниматься наукой и соответственно у вас там появится появится ученые степени вместе с публикациями результатами конференциями и как бы достижениями на научном поприще чего я вам очень желаю если вам хочется этим заниматься это очень сказать достойная стезя жизни счастливо